Хороший трек играет. Привет. Еду, значит, знаете, куда? Погулять. Вот, то есть сейчас вы были. Слушайте, это вообще вы видели в сторис, что у меня происходит с ребенка? Просто у меня не то, что вот, я не знаю, у меня сегодня не было просто минуты, извините, сходить, поссать, посидеть. Я только уйду, она просто в слезы. Ну, прям в слезы такие, знаете, вот манипуляторские. То есть у ребенка все хорошо, сытая. Чего кричать-то? Ну, вот так. Короче, это тяжко мне тяжко. Привыкешь время, как на себя все время. Делаешь, что хочешь. А тут уже все другая история, и мне от этого иногда тяжело. Короче, как и все. Вот, и причем в кровать положила, вы видели в сторисе? Скажите мне. Посмотрите, зайдите. Это ж просто, она разорвала всю кровать. Городские истории. Так, хочешь погулять? Да. Я еду. Я еду. А вы чего едете? Три-ка мы в час. Потому что вся Москва в этих желтых такси поворотит. Вчера, когда мы с Питера ехали, вот Женя разговаривает на эту тему, может просто вся Москва выйдет в такси. Привет, привет. О, так что сейчас погуляю. Может что-нибудь куплю. Не знаю, посмотрим. На настроение парень, потому что сегодня прям и замоталась. И просто замоталась. Так же просто. Боевая, как мамочка, не говори. Просто разодрать всю кровать. Я ушла, просто кипяток налить в чай, в кружку. И эту заварку закину чай туда. Так, где же прямые были волосы? Ну, вообще у меня не прямые волосы. У меня никогда прямых волос не было. Я все-таки всю жизнь их всегда выравниваю. Вот. Значит, нет, вообще караул. Вообще караул, да. Мама говорит, главное, чтобы не была такая тема, что ты вот раз пальчиком с ней прошлась, там, второй на тебя за пальчик держишь. Ты потом, говорит, все время будешь с ней с этим пальчиком ходить. Говорит, у меня так было, у меня спина просто отваливалась. Говорит, надо почитать, что вообще говорят на эту тему профессионалы. И проверяйся, я говорю, потому что, говорит, просто замотаешься. Говорит, я ходила в позе вот этой дюл, говорит, я не могла, говорит, не выпрямиться, не раскрутиться. Говорит, вообще никак. Солик, разок, спасибо. О, Лохмотина, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Короче, вот так. Сегодня прям тяжело. Так что жду, жду, Женю, когда он приедет, прилетит. Что, ну, тяжело одно. Девочки, не пишите гадости. Вы знаете, пусть пишут. Они же себя показывают, какие они классные, тем самым. Разве бога. Вот, они же не понимают, наверное, да, что дают мне понять, что я на 10 ступеней выше. Когда-нибудь гадости пишут. Ну, это ладно. Вот, так что укладочка у меня еще осталась со вчерашнего дня немножко. Ну, я думаю, сейчас это снежок все и влажность уничтожит. Здравствуйте, написала вам в личку. Нужна ваша поддержка очень. Слушайте, ну, мне тоже поддержка нужна. Все самое интересное впереди, да. Как настроение замечательно. Ну, я прям подустала. Я не могла с ней собраться часа два, наверное. То поесть, то попить, то одеться, то мне одеться, то белье развесить, то чай попить надо горячее. Потом что еще? В телефон заглянуть, что там написали ответ. То вам сториз завелить. Рассказать, как дела у меня, понимаете. Вот такого вот визелья, мы в два часа собирались и могла из дома выйти. Но вот, наконец, это вышло. Я сейчас такой кошмар видела, там бомжи, это... Сношаются. Охренеть вообще, просто. Вот перед белого дня она просто встала задом, и он подходит сзади, это... Фу. Простите, что я вам об этом сказала, это просто... Фу. Бах. Тошна даже. Ржете, очень смешно. Врагу не пожелаешь, чтобы увидеть. Так, все пройдет, ребенок вырастет, будешь скучать по этому времени. Конечно. Просто я не успеваю, как она растет, против меня это печально, грустно немножко. И мне хочется охватить каждый момент ее взросления и становления вообще в этой жизни. А сегодня, кстати, она уже полностью встала на коленке. А то мне девчонки пишут, вам массаж срочно нужен? Мне нам не нужен срочный массаж. Я же хожу к педиатрам. Вот, они говорят, что нашей девочке вообще массаж не нужен. И самое интересное, она просто вот встала на коленке и смотрит на видео. Очень такой классный момент. Женьке присылаю, Женька говорит, жалко, что меня нет в эти моменты. Ну, да. Короче, когда ты не нужен, ты дома. Когда ты нужен, тебя никогда нет. Как она спит? Ну, как все. Саша, когда розыгрыш у Ермолавы? Это вот у Нелечки спросите, она вам все везде пишет. В постах, в stories, рассказывает. Там либо телефоны, либо деньги ты можешь забрать. Прям обалденные призы. Зайдите к ней на страницу. Просто проще простого условия. Так, у меня дочке 7 месяцев только начало ползать. Ну, вот, видите, мы к 6 вот начинаем потихоньку. Но я сразу говорю, я не из тех мамаш, мне надо срочно массаж сделать, чтобы она у меня быстро пошла, быстро села, встала, я не знаю, как солдат. То есть я из этого ребенка не делаю, мне это не нужно. Она у меня так развивается все как надо, все как по книжечкам, где-то быстрее, где-то вот все как надо. Поэтому, так, Саша, разверни, да бомжи, посмотрим, пожалуйста. Да боже, упаси, уже я уже их проехала. Забыла, как страшный сон, но вы мне их напомнили. Все ничего, воскресенье у нас, дороги пустые, я же непривычно. А то вчера суббота все-таки подзагружена была. С мамой ехали. Ой, вчера довольна. Мамочку вчера покрасили, корни и выкрасили. У нее же седые волосы, это вообще кошмар, представляете? С 30 лет или там какие-то 27. Седые волосы. Ну, я думаю, что меня это минует, потому что у нас не разные волосы. Ну, очень надеюсь на это. Вот. Потом, что еще? А, мне тоже, мне затонировали. То есть у меня немножко сна начала появляться, мы ее убрали и все. Видите, красивый, дорогой блонд. Ну, все, пора, спасибо. Покушать не едешь, когда-нибудь. Да, надо покушать их сегодня, кстати, потому что я что-то сегодня съела. Колбаску, орехи макадамия. Я вообще сегодня практически ничего не ела. Два раза кое-как чай попила, творог съела. Все, что-то за еда вообще. Мама вчера мне суп сварила, я его весь за ночь съела вместе с ней. Она маленькую кострюльку отварила. Я себе три тарелки положила супа, мама одни съела. Представляете, я просто все сожрала. Так, в Дуганский не ездишь? Так, добрый день, добрый. Вечер в хату. Уже вечер добрый. Сколько? Начало шестого. Так. Ой. Привет с Байкала. Байкала, может? Так, свет надо укрепить второй раз, и он не желтеет. Не, у меня, знаете, у меня там очень крутой профессионал делает, в этой студии ФОХР просто. Мы ее обожаем, эту студию. Все, знаете, туда приходишь как на праздник. И вот каждая девчонка приходит, каждая улыбается, все рады тебя видеть. Прям вообще, рай какой-то женский. Все что-то стараются там пышиться, чтобы волосики красивые были. Наращивает просто пушка. Вот девчонки выходят, и фиг подумают, что у них там что-то нарученное. Божечки, я куда приехала вообще, что происходит? Ребят, тут такое столботворение. Сейчас покажу. Я даже не знаю, я вообще стану своей машиной. Это не маленькие здесь. Кипец. Смотрите, просто, что ты мне там машешь? Все заставлено в машинах просто. У вас с мамой одинаковое пальто. Да, у мамы знаете какое? У меня серое, а у мамы такое, как песочное, что ли. Вот. Саш, в Питере хотела бы жить. Знаете, там хорошо, но мне кажется, денег не заработать, как в Москве. Ну, это... Ой, местечко хорошее. Ой, Бедра, ну это лично мое мнение, могу ошибаться, хотя... Нет, в Питере классно все, но вот... Долго жить, наверное, не смогла. Снег пошел. Былки-палки. Я шапки потеряла, ни одной шапки, то ли Женя уже спрятал. Ты обесцветилась или это твои волосы? Обесцветилась. Будро, спасибо. Так, что вы, все, едем, все. Оставят тут машин. Мне уже руль тяжело крутить, девочки. Слушай, ну вот я встала сюда. Ладно, перестройсь, потому что не залезет в свою машину. Там как бы качало... Да, каждый день, вот, по 300 раз. Только по 300, не по 200, не 70, а по 300. Вот. Опять ворчит, господи. О, привет, мандовушка. Да, ворчу. Так, на лице похудела видно. Слушайте, вы мне орете, то я толстая, то вы орете, что я на лицо похудела. Прямо что-то непонятненько, знаете, все. Так, что за помада? Я в сторис выкладывала, том форт. Цвет, все, чтобы вы заскринили, посмотрите. Я вот сюда встану и не буду замалочивать. Место отличное. Все. Так, ты одинока. Ага. Ты похудела точно. Мне похудела. Да не знаю. Я вот вы мне 4 дня назад орали, что я жирная. Хотя в каком месте я жирная, мне непонятно. Типа ты там сама говорила. Ты как родишь, чушкой ходить не будешь. Будешь сразу там это. Толстая не будешь, так я не толстая. Жирная не будешь ходить, так я не жирная хожу. Там волосы чистые всегда. То есть, для меня это очень важно. С лицом все в порядке. Прыщей каких-то нет. Не грязная. Моюсь по 2-3 раза в день. Поэтому не знаю. Так. Нет, не жирная. Ты моделка. Спасибо. Слушай, у меня никого не слышу. Самая лучшая. Милых, притезалматы, привет. Волос очень красиво. Ну вот, вчера обновили цвет. Прям классный. Мне тоже очень нравится. Спасибо. Типа, тент или помада? Помада. Болела грудь при беременности? Не помню, наверное, нет. Ну, какой-то немножко был дискомфорт. Я помню, была. Ты почему все время недовольна? Потому что... Красивая, да? Спасибо. Чистая нога, гнездообразная, волосы. Ну, я не знаю, просто в каком мире вы живете. Просто полистайте журналы, посмотрите, что такое укладка и какие укладки сейчас в тренде 20-20 года. Так. Саша, ты огонь. Спасибо. Поскольку малышка села, она еще не села. Саша, вы одна у мамы? Ты хоть толстая, хоть худая, красивая. Спасибо. Чем тонировал волосы? Не знаю, это вот в студии в Хэр. Спрашивайте, приезжайте, там делайте. Может, значит, жирная. Так она же кормит. Все же худеют. Ну, да. Самоохаживать не умеешь вообще после салона. Вроде ничего. Да. Ну, на сейл день уже как попало. Еще и подводка под глаза тени идет. Попробуй что-то другое. Ты же, представляешь, как следишь за мной? Это вот у тебя насколько скучно жить? Что ты знаешь, когда я в салоне была, во сколько? Какая у меня подводка? Какая у меня не подводка? Ты же, какая жизнь скучная. Ничего себе. Я подводкой никогда не пользовалась. Так, привет из Беларуси. Привет. Со что улыбаешься вообще? Да. Александра, что у вас за машина? Infinity. Со что лучшее? Спасибо. Есть место любимого отдыха? Да. Наверное, моя кровать. Так. А мне с Сашенькой нравится. Очень спасибо. Куда приехала? Да вот в магазин приехала. Я сейчас погуляю, вот, и может что-нибудь прикуплю. Хотя опять навряд ли что-то куплю. Магазин зайду продуктовый. Вот, привет из Владикавказ, привет. Саша, грубо очень, да. Зубы желтые, ага. Нечища. Выглядит шикарно, спасибо. Зубы желтые, окей. Желтые, так, желтые. Так. Линзы или свой цвет глаз? Свой, меня нет линзы, не нашел их. Дай денег. Хнурик, шнурик, 19. Иди к мамке проси. К мамке иди за деньгами. В бедных местах маски не надеваешь? Нет. Звезда пипец. Звезда. Какая фирма обуви что-то в Питере купила? Я в Питере не покупала обувь. Или покупала? Не, не покупала. Ой, не могу, с ней круто отвечается. Красивые зубки. Спасибо. Вино пила уже. Вы знаете, нет. Я выпила, вот мы в Питере были, просто два глотка вина разбавила с целым стаканом, бокалом воды. И льда еще добавила, чтобы просто это такой вкус был. Но никаких пометнений, помутнений не было ничего. То есть это вот просто вот вкус. Какой цвет волос, скажите, пожалуйста. Да я что-то знаю. Это вот Studio 4Hair, спрашиваете. Куда поедете отдыхать после коронавируса? Ну, мы в Турцию все планируем. Женя пишет, что во внуков, а то Шереметьево приезжает. Ничего не понятно. Так. Сашенька, что ждешь? Да вот с вами болтаю, сейчас и поеду гулять. У тебя крашу не было? Нет, по технике AirTouch. Саша, ты как глаза красишь? Черный карандаш не течет. Вроде кажется, что черный уменьшает глаза. Да. Но сегодня я сделала, наверное, плохо видно, зеленый карандаш. Да. Саша, привет. Привет. Как думаешь, когда закончится коронавирус? Это вот последний пост читается, там вот девчонки обсуждают это. Фиг знает. Ну, хотелось бы, чтобы побыстрее это уже все было. Потому что Китай вроде как все там вылечивается, все там нормально. Вот. Италия, конечно, переживаем за Европу. Это классная девчонка, дожденька, думаю, на тебя похожа. Отлично выглядишь, видимо, высыпаться стала. Знаете, на тебя по-разному. Причем я высыпаюсь, она мне дает ночью спать. Там бывает пару дней таких, там, может быть, один день за два месяца. Вот. Зубы у вас вылезы, не. Он уже до Новосибирска дошел, не знаю. Ну, в Москве тоже там сколько, 50 где-то примерно, да, плюс-минус зараженных. Ну, и к вам, наверное, тоже. Поддержка нужна в подписании петиции. Пять лет назад был теракт с Новосибирским полуостровом власти Египта. Не признаешь, что это теракт. Подпишитесь, если вам можно. Петицию, всю информацию. Ой, мужик. Саша, хорошо, ты девушонка, отличная мамка. Не помню, почему так много отрезать мне комментариев. Ты умело на них реагируешь. Ну, а куда же без них, понимаете? А, причем они здесь гадости будут писать, а в жизни увидят и язык вывалят. Знаем мы такие. Так, сколько сейчас малышки уже? Ну, вот шесть месяцев будет. Красивое, спасибо. Когда малышка начала переворачиваться на животик. Ну, вот где-то вот в конце третьего месяца. Каждое утро надо кушать головку чеснока. Вы знаете, я вот это слышала, что там какой-то доктор, я его не знаю, рекомендовал. На утро вот это вот аудиосообщение ходит по WhatsApp, вот туда-сюда, все его друг другу передают. Типа головку две-три чеснока мелко размельчить, проглотить, запить водой теплой. Вы представляете, что у вас с желудком будет? Вот этот чеснок есть. На голодный желудок, причем этот врач говорит, а что за врач такой? А потом ходите к нему желудки лечите. Всей России. Саша, какая-то машина инфинити. Привет, с Украиной, любим вашу семью. Спасибо большое. Так, на доме два ты рулила. Особенно драки. Не знаю. Так, какие длинные пальчики дочки? Саша, как встречать именно девочку? Очень мы хотим, мы уже три мальчика. Ой, классно вам. Ну, тут я не знаю. Тут, наверное, даже и гинеколог не поможет. Тут как бог решит. Привет, кто-то нам покажет свою дочку? Ну, как-нибудь. У меня тошнит от чеснока всегда. Не, мне нравится чеснок, но, кстати, что вот с желудком, да? Особенно у меня, допустим, Женька язвенник. Желудок, на желудок голодный чеснок. Это как вообще? Это что такое? Что за врач-то такое? В нашей стране запретили собираться массово, якобы, из-за коронавируса. На самом деле, это дело для того, чтобы люди не собирали митинги против поправок в Конституцию РФ. Ну, вполне возможно. Так, передай перед Воронежем. Воронеж, привет. Саш, на погоду реагируешь? Ну, вы знаете, бывает на погоду колени крутят, ноги. Так, Женя уже едет домой. Нет. После годика планируете показать, кого, зачем вам смотреть на ее ребенка, что за бред с этим чесноком? Да. Женьке бухать меньше надо. Ну, ты идиотина или что? Вот я не могу понять. Вот тебе кто сказал, что он бухает вообще? Вот как можно такое писать на чужом мужа? На работе, Женя, на кавейне. Блин, из-за палашихи, привет. Видите, почему купили? Ну, мне очень нравится японцы, очень классный. И дизайн машины, и прочная машина, и скоростная. Я бедра жарю в духовке. Так, молчи, сейчас на бедра прискочу к тебе, съем. Все, ребят, я пошла. Кстати, снег идет, смотрите. Сторис вам. Буду показывать немножко, что как перемещаюсь. Что вижу интересное, что не вижу интересное. Все, люблю целую вас. Спасибо, что пообщались с вами. Так, это просто чеснок брешня. Пойду по итоговым новостям сейчас говорили. Доктор РСС. Ничего не поняла. Все, побежала я. Продолжение следует...